Доброго времени суток, народ! С вами, как обычно, Джаз, и мы продолжаем проходить Binding of Isaac, Afterbill Plus. А сегодня мы попробуем, наконец, хардмод Грида. И давайте начнем с Лилит, поскольку она, ну, вроде как, самый простой для этой задачи персонаж. Тем более, что мы начинаем с повышением урона сходу. Так, давайте заглянем в наш магазин. Блин, я ничего не хочу здесь, на самом деле, вообще никакой. Ну, ладно, давайте. Давайте начинать. А, замечательно, и начинаем мы с портала. Хорошо, здоровье у него еще немало оказалось. В общем, в чем суть? В чем суть? Данный Гритмод отличается от стандартного тем, что таймер на волны уменьшен существенно. Выпадает гораздо меньше монет, как видите. Также, о, фу, повезло. Также нам обязательно нужно пройти 11 волн на каждом этаже, и... Ну, опциональная волна все так же на сделку с дьяволом или на комнату ангела. Опциональная волна все так же опциональна. Также вместо боссов и противников могут появляться противники... Чемпионские версии противников этих. Да ё-моё, сколько же вас. Надо уничтожить этот спаунер срочно. Срочно. Отлично. Ой, ё-ё-ёй, как-то неприятно все. Так, что еще? А, ну и, конечно же, наш старый добрый друг Гритмод имеет две фазы. Вот, видите, собственно, нас тут же игра радует чемпионом. Так вот, наш старый дружище Гритмод имеет две фазы. И вторая фаза просто ужасная. Я себе немножечко заспойлировал. Потому что, ну, не записывал давно, а посмотреть было интересно, чего что. Ни до того не нужно. Так. Давайте не наткнемся на этих чемпионов. Так, хорошо, все, с монстром разобрались. Теперь нужно разобраться вот с этим вот... Во всех отношениях неприятным товарищем. Какой-то странный чемпион. Ну, по свету видно, что это чемпион, но я не понимаю, в чем суть. Он вроде как делает все то же самое. А, стоп, он, похоже, не стреляет, а спаунит этих только кучами. Да, похоже на то. Ну, тем лучше. Это не чемпион, а наоборот какое-то упрощение босса. Если подумать. Так, Duke of Flies и кто там второй? Ага, Envy. Ну, это легкий специальный босс. Разберемся сейчас. Без каких-либо проблем, я полагаю. Проще, наверное, разве что двух этих глата не получить. Это вообще курум на смех. Так же, ну, собственно, это, в общем-то, уже было сказано насчет таймера. Но, почему-то, я не знаю, почему разработчики решили этаж с лумбом сделать просто каким-то неадекватным, там, волны бросает на тебя с такой частотой, что захлебываешься просто в них, если у тебя нету какого-то серьезного увеличения урона. Так, давайте взорвем вот этих ребят, я очень надеюсь, что из них выпадет больше, чем я на это потратил. Ну, а так, в целом, я ничего покупать там не хочу. И что это? Давайте попробуем найти нашу последнюю монетку, 15-ю, чтобы на следующем этаже хотя бы что-то купить. Silence, Little Horn. Что? Это что? Ладно, не важно. Новые предметы, все такое, так, я даже не знаю, давайте зайдем. Ага. Очень хорошо. Так, давайте тогда взорвать. Да вы серьезно? Так, парень, извини, но ты умираешь. Хорошо, ключик на следующий этаж. Не самое худшее, что могло случиться. Можно мне монетку? Игра, ну, пожалуйста. Нет, нельзя, ладно. Хорошо, хорошо. Хорошо. Так, ну, пока что мы, на самом деле, неплохо движемся. Я не знаю, что нам дал этот Little Horn. Он стреляет... А вот и монетки мои. Стреляет какой-то дичью. Так, давайте заберем. Просто за тем, чтобы у нас побольше здоровья было и... Что, что такое? Вы посмотрите на эти предметы. Это же отвратительно. Так, хорошо. Да, 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 да. О чем я вообще размышляю? Налилит кубов мид, это обязательно. Так. Вот именно поэтому. Если мы сможем найти какую-нибудь ерунду, типа, там... Ну, не знаю. Car battery... Блин, я наступил на этот, да? Ладно, ничего страшного. Потерянного здоровья, конечно, жалко, но что поделать. Так вот, если мы найдем там автомобильный аккумулятор, например, на нее или другие батарейки, любые, мы можем очень неплохо порвать старину Грида просто за счет этого мидбоя, который у нас будет прокачан не раз. Потому что, когда Лилит собирает одного мидбоя, она начинает собирать второго. А если собирает второго, она начинает собирать третьего. То есть, в общем-то, мы хотим найти в нашем магазине как можно больше батарейчатых предметов. Скажем так, ай-ей, аккуратно. Давай, Грид, не стесняйся. Ой, Грид, господи, мидбоя, не стесняйся. Ну вот, это нечестно просто. Там отверстие. Я в него уперся. Голова от Грида. Да, пусть он там трется пока что. Разберемся с Чабом. Ну, если он там, конечно, трется у себя. Квит, мидбой недостаточно быстро бегает еще на третьем уровне. Так, хорошо. У нас есть 26 монет. Так, ну, опять же, не самый сложный босс, конечно, но нужно аккуратно очень это все делать, потому что крови... Блин, я застрял. Крови эти ребята за собой оставляют слишком много. Фух, все хорошо. Так, гвоздик. Мне нужен гвоздик. О, вот это мне точно нужно. Хорошие новости. Очень хорошие новости. Нет, знаете, не буду брать гвоздь. Не буду. Это трата хп. Не вполне оправданная, возможно. Давайте перейдем на следующий этаж. Диже я все забрал. Здесь у нас была булавка, а там супер медфан. Хорошо. Как видите, достаточно напряженно все идет. О, Magic Mushroom. Конечно, Magic Mushroom. Прекрасно. Ну и, в общем-то, вот все идет довольно напряженно. Мы перешли к все идет довольно неплохо одним легким розчерком пера, так сказать. Так. Блин, зачем я второй ключ взял? В то случайно. Так, давайте еще раз. Growth Hormones. Вот это вот. Не знаю даже, нужно нам или нет. Наверное, нет. Еще раз. Давай. Ну давай. Нет, все. Хорошо. Придется принять, что на этом этаже. А, Rainbow Baby. Маленькие следующие за тобой, друзья. Это всегда хорошая новость на линд. Ну вот, да, это, кстати говоря, тоже один из этажей, на которых скорость просто какая-то неадекватная. Ну, сами видите, что происходит, и тут просто линд жесть какая-то. Меня просто кидают волну за волной, и я ничего особо сделать с этим не могу, потому что мне не хватает урона элементарно на все. Я погляжу эти маленькие черные дыры, в первую очередь они с ними ассоциируются, эти выстрелы странного вида. Они пробивают насквозь противников, судя по всему. Потому что рыцари дохли от них только так, получая даже в лицо эти выстрелы. Так, хорошо. Пожаловаться на урон мы не можем. Так, это вот этот вот жвачечного цвета хонт, это ужасный босс. Хорошо, что... Ой, брауни, 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 брауни не надо. Так, брауни умер вообще с концами. Хорошо. Отличные новости для нас. Плохие новости для брауни, наверное. Мидбой там носятся кроши. Ага, хорошо, заглядываем и... Абадон, да. Да, да. Но мы сделаем это грамотно. Мы сначала возьмем ротенбэйби, а потом возьмем Абадона. Таким образом мы получим гораздо больше здоровья. Немножечко... Урона. И если вы слышите на фоне щелканей, это... Белк... Пьет. Ммм, там вон камень. Но мне его нечем разбить. К сожалению. И здесь тоже вон помеченный камень есть, но этот... Это что такое? Токсик Ауэр Тирс. Сильно замедленный... Ага, Спектрол, но сильно замедленный. Хорошо. Так. Хорошо. Частота выстрелов поднялась. О! Да, 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 да. Угу. На самом деле для битвы с гридом вот это тоже очень неплохая идея. Давайте возьмем. Потому что я буду получать урон. Это без вариантов. Ну как видите, волны просто накидывают одну с другой и с этим ничего... Ну нет, с этим получается что-то делать, просто потому что у меня огромный урон. Действительно огромный урон. То, на что я точно пожаловаться не могу. Спасибо большое Magic Mushroom и вообще всему тому, что я подбирал. Очень жаль, что гриду на это все, в общем-то, насрать. Так, это специальный босс уже или это обычный босс? Это обычный босс пока пошел. Ну, да. Бедный старый лень. О, это что такое? А эта штука куда дамажится-то вообще? Я что-то не понимаю. В голову? А где у него голова? У него есть вообще голова? У этого. Дружок, ты не мог бы... О, голова. У него все-таки есть голова. Что за босс такой? Это... Какая-то грязь. Наконец-то умри. Так, и это будет сердце, наверное, да? Да, это будет сердце. Точнее, это будет даже и клипс. Не сердце. Это обязательно вообще? А, обязательно. Так, мне нужно было немножечко повнимательнее следить за летящим в меня шлаком всяким разным. Так, это мы, конечно, подбирать не будем. Монетку с удовольствием заберем и пойдем в магазин смотреть, что у нас там осталось. Сквизи. Ну, а почему бы и нет, в общем-то. Это еще больше... Ммм... Это я тоже хотел бы. Но, чувствую, шансов у меня нет на это. Одна. Если сейчас не выпадет пятерка... Не, не выпадет. Ну и... Ту спать. Хорошо, у нас как раз нужно еще сколько? Один, два, один ключ нужен. Ладно, то есть я на самом деле за три монетки купил себе ключ, это неплохо, это вполне устроит. Заглядываем. Нет. Ммм, да. Хорошо. Смотрим сюда. Так, я не летаю, к сожалению. Так, давайте сделаем... А тут бомбы есть вообще? Да, бомбы нет. И, к сожалению, ни Pandora's Box, ни это мне нафиг не нужны, поэтому... Давайте сразу огневую мощь себе обеспечим. Это волна? Вот это вот волна, да, серьезно? Какие-то шарики тупо, ну какие-то это от этого шарики, я знаю, от кого. От... Да, именно от него. Блин, я не помню вообще в упор. Как же тебя зовут? А, Little Horns его зовут, че. Здравствуй, Dark One. А вот он, кстати говоря. Dark One, блин. Этот чувак слишком черный, его не видно на фоне пола. Ой-ой-ой, блин, и этот тоже довольно-таки темный. Да, ребята, стройтесь. Стройтесь в линию. Ценю. Так, давайте зайдем в сделку. О, и вот он, наш код. Прекрасно. Замечательно. Копяк. Так, теперь мы можем забрать вот эту халявную монетку. И можем зайти сюда, в общем-то. Хуже от этого нам точно не будет. Нет, может быть, нет, не будет. Так, геймкит надо было взять и сделать это бесплатно. Ну да, ладно. Так, это мы не взорвем никак. Ладно, давайте на следующий этаж справляться. Очень неплохо мы сегодня движемся, бодро. И главное, успешно весьма. Так, здесь у нас, блин, Curse of Darkness не самое приятное. Так, что получается? Вот это надо взять, потому что это еще больше. И, в общем-то, все, наверное. Давайте начинать. Квен. Открывайся. Открывайся. До свидания. Жалко, конечно, что мы не увидели аккумулятор. Так, это какой-то босс? Ага, это этот босс. Неприятный босс. Но зато у нас есть гаппи. Полноценный... Ой, я не видел. Полноценный, собранный. И у нас есть... Что у нас еще есть? Ротан Бэйби. У нас есть батарейка. Ой-ой-ой, конкост. Что ж ты делаешь-то? Так, ну и... Да. Босс, которого мы всегда можем предполагать. Потому что он всегда где-то здесь. Так, э-э-э-э. Где-то открылась сделка, но я не вижу где. Вот она. Здравствуй, Крампус. Дай, пожалуйста. Спасибо большое, Крампус. Люблю тебя, Крампус. Так, хорошо. Что мы теперь хотим? Блин, нельзя. Так, давайте купим вот это. Божечки. Ох. Это удача. Это удача. Все, товарищи. Пойдемте. Так, во-первых, надо проверить, нет ли здесь монетки где-нибудь. Нет, монетки нет. Хорошо. Пойдемте выбивать говно из грида. В прямом смысле этого слова. У нас для этого есть абсолютно все нужное. Ну, конечно, хотелось бы орбиталок побольше иметь. Но что поделать, если их нет. Так. Дружок. Удача. То, что не нужно. Так, смотрите. Раз, два. В общем-то все. Нам нужно просто, чтобы мидбой туда зашел и... И съел его. Понятно, почему он пытается лечиться, но у него ничего не получится. В совсем уж экстренном случае, если он сейчас меня еще пару раз ранит, то я смогу еще вызвать братюнь. Они ему объясняют, что он неправ. Как я и говорил, Лилит. Это самый легкий, пожалуй. Ну, вот и все. Хорошо, давай еще раз. Пожалуй, самый легкий персонаж для грид-мода просто из-за того, что она вот такая. Из-за того, что она Лилит. Так, ну и теперь начинается вторая фаза. М. То есть... Он не успел ничего сделать. Он вообще ничего не успел сделать. Вот она началась, вторая фаза, и он сдох сразу. Ну вот, так сегодня получилось. Коротенько. Большое всем спасибо за внимание. Это был... Первый из многих нужных нам... Первый из многих нужных нам прохождений этого мода. Вы посмотрите на этот поезд просто из... Последователей наших. Такая спираль. В общем, ладно, я уже маюсь фигней. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Enter the Gungeon идет параллельно прохождение. Загляните туда, посмотрите антибеф мод. Я по нему тоже делаю видео. И еще раз спасибо за внимание. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok